Здравствуйте уважаемые друзья, ель которую я там рассаживал трехлетку, было видео такое, сейчас хочу показать, 48,9, видно влажность 26 вот такая погода стоит, то есть на солнце, конечно градусник может врать, но я думаю, что я к тому, что еле выдерживает такие температуры нормально, вот прямое солнце прямо на нее, то что она зелененькая, ничего страшного, к осени она будет нормальная, ну здесь конечно 48,6, вот такое лето у нас, такое 12 июня, ну без ожогов конечно не обошлось, я ее не притенял туда обеда, есть притенение от вот этих туй, ну и то это такое притенение можно сказать сейчас около часу дня, будет еще жарче, ель в общем я не притеняю, ну я притеняю конечно же, тогда она растет лучше и не болеет так сильно, а это побаливает, ну как видите пропало тут, отпада ноль, я обязательно сниму осенью эту елку и увидите какая она будет по цвету голубая и хорошая, а то что такие температуры выдерживает, да ель может выдержать такие температуры, а если бы она была прижитая, то вообще проблем бы не было как бы, поливается она три раза в день, очень хорошо, вот здесь все сыро видно, что сыро, если положить сюда, вот так поставить, 48,9 уже показывает, пусть ты мой, видно вам нет, 48,9, тут плажность побольше будет конечно, стоит засушливая погода, поливать надо каждый день я ее поливаю по три раза в день, но сегодня еще не поливал, уже час дня, то есть сейчас я буду поливать ее, потом скорее всего вечером полью, а может быть один раз залью, очень хорошо и этого хватит, можно видеть, у меня было видео по растатке этой ели, какая она была и какая она сейчас, здесь вот по суше, по суше, ну значит надо полить, сейчас я скорее всего полью это все, то есть ель колючая, глаука голубая, выдерживает температуры не проблема, а если бы она была прижитая, то есть она уже прошла год тут, то она бы так вообще бы не сгорела, главное полив и полив, вот тучка зашла, тучка зашла и у нас 47,1, ну конечно доверять этому градуснику может быть и не стоит, но факт в том, что в машине у меня в тени показывает 38, по яндексу 33, то есть какие температуры она выдерживает, вот вы можете видеть, рассажена она 15 мая, довольно таки поздно, цвет она наберет однозначно, я думаю с этим проблем не будет, вот 45,7, ну вы знаете тоже неплохо, неплохо если в тени посмотреть, там тоже главное что вы сажайте и не бойтесь, главное полив, ну и притенение желательно, если у вас нет притенения, то следите за ней поливайте не менее трех раз в день, если у вас погода естественно какая-никакая, она тут, я ее поначалу забросил, не поливал, она начала взять, прям вот эти вот падали, побеги эти падали, но сейчас видите, чуть подгорело тут, но ничего страшного в этом нет, она, вы не увидите подгоревших иголок в октябре месяце, а к следующему, к следующей весне, она уже будет довольно хорошая, красивая, прочная дерево, ну сажанец, если они останутся, скорее всего до весны, то я думаю, ну вот тут еще вот одна, но это она выживет, я думаю, это не проблема, вот иголочки в ней, это все ожог, ожог, прямые попадания лучей солнца, будем смотреть, будем следить, я вам обязательно покажу и расскажу, что они сейчас, но сейчас у нас вот 42, ну то есть температура доходит за день до 50 градусов, возможно ли такое, для меня это нормально, для вас смотрите сами, то есть рассаживаем, не стесняемся как бы, и не боимся ничего, отпада нету, нету, ни одна не пропала, здесь около 700 штук, две грядки по 350, там еще одна грядка, но она в притянении, а в ней еще 300 штук, ну вот можно видеть, вот такая же ель стоит, нормально, но она политая, она тоже часто ее поливаю, хотя она уже около трех лет тут сидит на одном месте, ей по возрасту, сейчас лень соврать, семь лет, семилетка, но она поедет скорее всего на тот участок, на наш на новый, и там мы будем с ней ее сажать, а может продадим хорошие руки, есть зеленая также посажена в этом году, побег дала маленький, но чувствует себя более-менее нормально, главное опять же полив, в следующем году она отойдет, прекрасно все с ней будет, еле обыкновенная, но это уже два года тут у меня обитает, сначала тоже болела, вот на следующий год она уже пошла, сейчас отойду я, ну можжевельником вообще все равно, тем более прижитым, как бы все нормально, а этой еле тоже будет пересаживаться на другой участок, потому что здесь ей не место, то есть жару переносят хвойные нормально, у нас стоит она уже третий день, третий день и ничего страшного нет, все это стоит на 40 градусной жаре, то есть проблем с этим нет, здесь много то, что будет пересаживаться, вот тис, даже который очень любит тень, все равно он стоит, вот эти пожелтевшие новые побеги, но они отходят потом, они становятся такого темно-зеленого цвета, здесь можно увидеть, вот он такой, те растения которые прижиты, в принципе жара не страшна, вот здесь до половины тень, опять она уйдет, 5 часам тут будет опять градусов 50, на этом все что хотел рассказать в этом видео, я хотел рассказать о том, насколько выносливо ель, если не забывать ее поливать, никаких удобрений я не использовал, даже корневинов не поливал, все, всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова